Всем привет! Начинается утро на Болткоме. Сегодня у нас 22 апреля и в студии, в общем-то, как всегда, Олег Пек и Александр Шунин. Доброе утро, Александр. И сегодня Международный День Земли отмечается, друзья, так что давайте беречь Землю, беречь нашу природу, хотя, в принципе, мы стремимся потихонечку осваивать и другие планеты, во всяком случае, планы освоения Марса уже у Илона Маска и у многих других в голове. Ну что, сегодня много интересных событий было, да, в календаре, но мы, наверное, может быть, ну, два слова скажем про Эммануила Канта, который родился в этот день, про Владимира Набокова, который тоже родился в этот день, знаменитый российский, американский писатель, но самое удивительное, что он абсолютно редкий в тот случае, когда, будучи признанным писателем и автором в одной культуре, он стал совершенно такой же равнозначимой и большой фигурой в американской литературе. И, кстати, всю жизнь страдал, что родился в один день с Лениным. Которого сегодня тоже, в общем-то, день рождения. Которого Владимир Набоков очень-очень сильно недолюбливал, скажем так. Ну и, кстати, Владимир Набоков, кроме того, что он был писатель, поэт-переводчик, ученый, энтомолог ужасно увлекался бабочками. Сегодняшний день объединяет двух американских актрис. 50 лет назад, страшно представить, в 1971 году родилась Шерил Ли, звезда Твин Пикса. И в этот же день, в 1988 году, на экране вышла эротическая драма Залмана Кинга «Перекрёсток» или там «Слияние двух Лин» и Шерлин Фэн. Лун, в смысле? Да, Лун. Понял, что сказал Лин. Лин, Лин. Я подумал, что две... Ну да, Лин, Лун. А «Слияние двух Лун» Шерлин Фэн, которая тоже была звездой сериала «Твин Пикс». Ну что, и говоря уже, раз мы тут и Луну, и Землю упомянули, может быть, перейти нам к астронавтам? К космосам, к астронавтам. А почему бы нам не перейти к астронавтам? Тем более, что у нас в гостях действительно астронавт. Да, солистка группы «Астронавтс» Мара Уммане-Холдштейн. Здравствуйте, доброе утро, Мара. Доброе утро. Доброе утро всем, да. И мы, конечно... Космические приветствия. Да, фантастическая совершенно песня. Вчера мы добавили свои, вот я, наверное, 10 просмотров в эту копилочку, уже многотысячных просмотров на Ютьюбе песни. Отлично, хорошая работа, как бы продолжать, пожалуйста, да. Потому что скоро, совсем скоро состоится чемпионат мира по хоккею. У нас в Латвии, в Риге будет проходить. И официальная песня чемпионата мира по хоккею исполнена группой «Астронавтс». И мы с огромным удовольствием послушаем ее, ну, чуть-чуть попозже. А сначала поговорим о том, как вообще... Ну, получилось так, что вам доверили записи. То есть, был ли какой-то, я не знаю, нужно ли было уметь играть в хоккей в группе, которая будет исполнять главную песню чемпионата мира? Знаете, каждый раз, когда у меня интервью, мне кажется, что кто-то спросит, что все ждет, что я скажу, да, знаете, 10 лет уже играю в хоккей. А на самом деле 15 лет. Да, что ждет чего-то такого. Но это неправда, конечно. Если честно, даже болеет за хоккей больше мой муж, чем я. Так что история совсем нечаянная. Мне просто позвонили из-за хоккейной федерации. Позвонил Вестор Скозьос. И это был разговор на 3 минуты. Буквально очень сразу к делу. Мара, астронавты крутые, можете ли это? И я сразу сказала да, хотя даже не поговорила со своими парнями. И только потом начала думать, что надо было подумать. Но первая интуиция сказала так, как надо было отвечать. Потому что, мне кажется, результат отличный. Хотя бы мы очень рады. И, конечно, парни тоже были рады за этот. Я думаю, что все рады, потому что это тот удивительный случай, когда я читал, отзывы смотрел. И все просто даже в таком воодушевлении, в таком восторге. Потому что это в самом деле какая-то очень получилась мотивирующая песня. И вот каким образом создаются такие, ну скажем, стадионные гимны, условно говоря? Чтобы действительно вот этот хук, который брал за душу, который заставлял всех вот встать в одном каком-то порыве. Вот как это происходит? Ну, конечно, мы группа не новая. Мы не начали вчера. Мы уже на сцене. Будете удивлены. Мы уже 18 лет на сцене. И это, конечно, значит, что мы немножко можем думать про музыку. Ну, как сказать... Ну, как продукт тоже, да? Мы понимаем, где она будет звучать. И, конечно, когда мы в студии, мы помним про Арену. Но с другой стороны, я хочу сказать, что это все-таки песня, которая приходит от сердца. Потому что после COVID-19 время, мне кажется, все просто ждет, когда мы очнемся, да? Когда, наконец-то, будет опять жизнь, спорт, и все активности, музыка, и живая. И поэтому песня очень так легко пришла. Потому что это чувство, оно в нас. Мы хотим вставаться, идти на победу, да? После всего... После очень длинной зимы. Будет ли она исполнена на самом чемпионате вживую? Я не знаю, вот для хоккеистов, для спортсменов, для представителей прессы, я уж не к которой приют. Я не знаю. Вот будет ли какое-то живое выступление? Мы живем в очень неопыкновенной ситуации, когда никто не знает, что будет через месяц, да? И только месяц остался до чемпионата. И мы еще вчера разговаривали про живую установку, да? Ну, возможно ли она? Ну, все хотели, надеются. Но еще никто не дает совсем, ну, ответ «да». Скажите, пожалуйста, а вот этот гимн вами сочиненный, исполненный прекраснейший, его надо было как-то утверждать на уровне Международной хоккейной федерации, да? Чтобы там сидели взрослые дядьки, в галстках голосовали? Да, все очень серьезно, да. На Цюрих надо было посылать песню, и тогда ждали ответ. Но про песню я скажу, что нам очень повезло, нас поняли с самого начала, да, я скажу, что даже с первого эскиза был, да, зеленый свет. Про видеоклипы были побольше дискуссий, потому что, ну, истории песни как бы через трудности на победу. И мы это хотели показать в видеоклипе, но все-таки хоккей больше про эти победные моменты, про радость, с которой ты идешь на игры. И поэтому мы сделали из таких эпических сильных взглядов все-таки надо было пойти больше на улыбках, да? Там надо было немножко директор скат поминить, да. Но он как раз-таки соединяет эти две линии вот маленьких ребят, которые вот хотят стать будущими чемпионами, какие-то вот семейные традиции, поддержка семьи, друзей, и в то же время вот эти стадионы. То есть вот эти две линии, мне кажется, они очень хорошо соединились, и они прям прекрасно дополняют друг друга. Да, спасибо, я рада это слышать, мне тоже так кажется. И главное, что мы хотели с клипом сказать, там не актеры, там настоящие хоккейные семьи. Они ездили из Латвии, из Венспилса, из Валмиера, из Лубана. Очень далеко для этих пары секунд, да. Но они рассказывают эту страсть, с которой идут все хоккеисты на свои репетиции. Нет, ну на тренировки. И с пяти утра как вставают мамы и папы. И значит, про победу, которая не только от хоккеистов стоит, но и от всей семьи, и всей этой спиной большой, которая за каждую победу и за каждого хоккеиста. Напомню, у нас в эфире Мара Упан и Холштейн, солидская группа «Астронаут», которые записали гимн Чемпионата мира по хоккею в Риге, который пройдет буквально через месяц. Песня турнира называется «For glory and joy» для вославы и для победы. И радости. Гимн радости такой, да, в этом названии. И, к слову сказать, мы сейчас обсуждали не только саму песню, историю ее создания, но и клип. Клип уже можно посмотреть на портале Mix News LV. Откуда набирали, вот действительно вы сказали, что это были настоящие, ну не актеры, а живые ребята. Был ли какой-то, не знаю, конкурс, или просто кто откликнулся, тех с ним? Да, ну знаете, у хоккеистов, как и у всех садиков, конечно, все сидят в многих WhatsApp-группах, да. И так мы послали, ну, приглашение на аудишн через хоккеистов, через их WhatsApp и Facebook, чтобы семьи, которые хотят, приезжали на аудишн. Ну там не было даже аудишн, все, которые приехали, все попали на клип, хотя не совсем все. и хотели приехать больше, чем мы могли позволить. Поэтому я хочу сказать спасибо всем за большой очень отзыв. Мой русский немножко, немножко, да, не так хорош, но, конечно, очень-очень не все... То, что откликнулись, да, 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 я понял. У нас между тем есть звонок сразу в эфире. Здравствуйте, доброе утро. Доброе утро. Пожалуйста. Алло, говорите. Ну, или перезвоните. Шайбу, шайбу. Звонок, звонок. 6-7-212-93-9. Если кто-то захочет дозвониться, мы говорим про новые клипы, новую песню, которая стала гимн чемпионата мира по хоккею. Насколько латвийский хоккей, вот, ну, я понимаю, что больше болеет муж, но вот насколько это то, что проводится чемпионат мира у нас в Латвии. Такое, ну, в принципе, вызывает действительно подъем, воодушевление. Насколько это может поднять интерес, престиж хоккея? Потому что мы все знаем, что, конечно, это очень, ну, дорогой вид спорта и очень дорого стоит экипировать. Часто говорят, что, ну, семьи, у которых не такой большой достаток, им более сложно отправить, заниматься хоккеем своего ребенка. Да, но, знаете, когда большая страсть, тогда всегда находишь, как, как это сделать способным, да. И я думаю, что то, что чемпионат происходит в Риге, в Латвии, это большая гордость, это большое, очень, очень, это очень важно. И я думаю, что мы все сразу, это презентует Латвию, да, и на всем мире тоже, не только хоккей. И я думаю, что это обязательно станет хоккей опять на топе через ребятам, которые смотрели только, да, а сейчас они понимают, что это здесь у нас. Так что я думаю, что обязательно это очень важно для нового поколения хоккея. Но я, знаете, дома не очень большой любитель спорта вообще, но в этом месяце меня научили любить хоккей. Значит, это возможно. Все, значит, в следующем сезоне уже пойдут коньки, клюшка и набор шайб разноцветных. А насколько вообще был сложным этот год для группы, потому что, ну вот мы часто связываемся с музыкантами, конечно, они все жалуются на то, что не хватает живых выступлений, не хватает этого вот фидбэка от зрителей. Как вот вы пережили этот год? Конечно, трудно, конечно, скучаем за наших зрителей. Мы очень ждем август, потому что мы верим, что в 21 августе нам получится наш большой концерт в Межапарк, в Зеленой эстраде. И даже, я думаю, что все победители будут те, которые не сидели с рук, что дум... Все те, которые думают какие-то другие варианты, как встретить своего слушателя и так и в других профессиях. Например, у нас были онлайн-концерты, и так мы думаем про август. Если не получится в таком большом месте, как мы надеялись, если нельзя, будет так много зрителей, тогда мы будем думать про какие-то экраны, не знаю, где-то в других местах, в Риге тоже, и может в онлайне. Так что варианты всегда есть, надо только их искать. Я думаю, это опять история, как ты идешь на свою собственную победу и на свои результаты. Просто надо, иногда вот немножко как-то нелогично даже, как-то очень креативно приходить к своим результатам, но я думаю, что всегда есть какой-то выход. А билеты уже можно приобрести, да, на этот концерт? Они поступили в продажу? Да, да, и как раз в билетный сервис можете зайти, и, конечно, про астронавтов, если послушаете Глорию и Энджой, тогда кликните на астронавтное название, найдете всю информацию дальше. Но, да, я хочу сказать, не боимся, идем на лето, и я очень верю, что мы встретимся. Наконец-то будет опять фестиваль, какая-то летная ночь в фестивальном воздухе, да. А скажите, Мара, вот такой вопрос, конечно, сложный. Латвия все-таки не очень большая страна, понятно, что даже вот самые популярные группы, у них, ну, три, четыре, пять концертов, вот, ну, несколько городов, и как будто бы заканчиваются. Нет ли ощущения, ну, вот этих границ, или все-таки есть возможность открыть новые рынки? ну, вот мы знаем, что там какие-то группы едут, выступают в России, какие-то пытаются в Европе, кто-то и туда, и туда, вот как вы видите будущие группы? Знаете, мы очень рижская группа, я живу в Риге уже пять поколений, и мы, конечно, начали свою всю карьеру на песню Даля Ригас, да, и, значит, нас и видит как очень рижская группа, вся Латвия, и я думаю, что мы, наш менталитет и есть такой довольно рижский, но сейчас видим, конечно, как далеко может пройти песня на английском, у нас такой шанс еще никогда не был, как в этом мае, в этом апреле, ну, я очень большие экспертации не делаю, но мы очень открыты на всякие возможности, и альбом на английском, конечно, мы можем выдать в любом моменте, да, так что есть шансы, может быть, да. Супер, ну, а для меня вообще стало, конечно, ну, как-то я все равно не осознаю, глядя на Мару, вот, что в 18 лет существует группа, потому что, ну, кажется, что с рождения, что ли, она выступает в группе, настолько молодо выглядит. Ну что, я думаю, что нам пора, мы уже столько говорим про этот гимн, действительно, надо будет его обязательно послушать. Мара, удачи вам, удачи, удачно выступить, самое главное, чтобы состоялся, вот, держим кулаки, чтобы состоялся этот концерт 21 августа, и чтобы... Буду вас тоже ждать. И, конечно, мы очень надеемся на то, что вот этот успех клипа, который сейчас, ну, действительно, гремит, и который смотрит все с огромным удовольствием, поможет также завоевать вот в рынке англоязычные и откроет перед группой астронавтов еще больше каких-то возможностей. На самом деле, очень от души поздравляем и желаем записи англоязычного альбома, пускай тоже будет определенный дебют. Напомню, с нами была Мара Упмана Холштейн с аристской группой астронавтов. Ребята отличились в самом хорошем смысле отличились тем, что взяли и записали гимн, официальную песню Чемпионата мира по хоккею, которая состоится через месяц For Glory Enjoy, которая вот-вот буквально через пару секунд прозвучит в нашем эфире, а клип уже можно посмотреть на портале Mix News LV. Спасибо большое, Мара. Спасибо, хорошего дня, успеха. До свидания. До свидания. До свидания.